Будем играть для вас песни сегодня. Осторожный снег, тихий снег, укроет плечи, где проспектов свет, теплый свет, где воздух лечит, где над домами выше крыш. Летали и ловили ртами горящие капли медленных танцев, музык и звезд и арктических санкций. Осторожный снег, тихий снег, укроет плечи, где проспектов свет, теплый свет, Где воздух легче, где над домами выше крыш. Летали и ловили ртами горящие капли медленных танцев, музык и звезд и арктических санкций. Горящие капли медленных танцев, музык и звезд и арктических санкций. История группы мультфильмы похожа на все истории питерских групп. Музыка Битлз, вызывающая необратимые мутации и желание стать музыкантом. Поиски единомышленников, желательно владеющих хоть каким-то музыкальным инструментом. Домашние записи песен собственного изготовления. Потом выход на людей в общедоступных местах. Скверик у Казанского собора, подземный переход на Невском. Тусовки в полурегальных клубах, квартирники. А вот дальнейшая история, это уж как кому повезет. Кто-то так и останется в трубе, а кто-то потом будет давать автографы толпам поклонниц после концерта в юбилей. Группе мультфильмы повезло. Они сумели выделиться из общей массы последователей брит-попа. Записать первые песни с участием Федорова из «Текилы джаз», барабанщика группы «Сплин» Сергея Наветного и духовой секции группы «Ленинград». Мультфильмам повезло еще до выхода первого альбома. Они попали в ротацию на радио. Поучаствовали в фестивале «Нашествие», заполучили саунд-продюсера Андрея Самсонова, который буквально по ниточкам собрал тот самый первый многострадальный альбом мультфильмов. К 2000 году альбом наконец-то был записан и издан на студии «Союз». Группа прочно вошла в хит-парады, давала концерты в клубах обеих столиц, записала песни Виктора Цоя для трибюта кинопробы и стала открытием года по мнению журнала «Фуз». Видимо, окрыленные успехом музыканты мультфильмов были настолько уверены в себе, что второй альбом «Суперприз» возили от одного модного саунд-продюсера к другому, отдав Самсонову только одну песню. По дороге из Финляндии в Киев к небезызвестному создателю звука «Океана Эльзы» Евгену Ступке потеряли барабанщицу Олесю, заменив ее Максимом Войтовым. Чисто мужской коллектив группы «Мультфильмы» 2002 года, будто забыв о мучительных записях первых двух альбомов, решился на смелый эксперимент. Записать прямо в эфире радиостанции нашего радио свой новый альбом. Акция эта широко освещалась прессой и анонсировалась в радиоэфире. Но, как показывает история группы «Мультфильмы», от записи альбома до его выхода на диски может пройти года два.